Всем огромный-преогромный привет из жаркого Прованса. Знаете, у нас в Провансе сколько градусов? Смотрите, 33 градуса жара. У-ля-ля, невероятно. Хорошо, что есть ветерок, а то бы вообще было жарище. Мы поехали к брату Александра. У нас сегодня чайпития, можно так сказать. Они просто пригласили, они там ремонт сделали. И говорят, хоть приезжайте, уже не виделись. Посмотрите ремонт. Мы говорим, приезжайте вы к нам. Они говорят, нет, приезжайте вы к нам, вы ремонт не видели. Вот сейчас съездим, посмотрим, что они там переделывали. Они уже утепляются к зиме, потому что было сильно холодно. И там что-то переделали. Правильно делают, надо все заранее сделать. И везде маковые поля. Господи, какая красота, смотрите. Сколько маков? Красотища. Это сурваж, сурважа. Да, это сурважа. Это сурважа. Так как я хочу пушать. Это сурважа. Потеркали сурважа. Это сурважа. Это сурважа. Кри-т membrан. Пока мужчины там болтают, Магали говорит, иди поснимай, что у меня нового на кухне. Что у нее нового на кухне? Смотрите, какая здесь красота. Она говорит, я купила побольше полочек. Вот эта полочка вроде была. Она просто переставила сюда баночки. Баночки она украшает вот такими надписями. Здесь оливковое масло. Она хранит. Надо в темном месте, но она хранит. Здесь черный кунжут, всякие специи, сахар. Она вот любит все подписывать. Есть специальный аппарат, кажется, у нее, чтобы подписывать. Вот эту полочку она купила для специй, для баночек. Это досточка. Досточка у нее уже была. Но она вот любит все деревянное. Базилик красивый. О, из ее пришел. Здесь ложки, яйца. Вот это вот жаровня, которую мы видели. Помните, с вами в магазине, которая стоит очень-очень дорого, но она классная. Жаровня. Марка называется. Вот как. Сейчас спросим у Маголи, как правильно. Вытяжка была. Нет, вытяжку они купили, когда переехали в этот дом. Они снимают дом. А вот эту лампу я не видела. Здесь, видите, они смешали немного стиль современный и такой прованс. Вот эта новая полочка, она вторую купила. Здесь стоит тостер. У Маголи даже витаминки подписаны. Или это чай? А это чай Маголи. И вот она, говорит, купила еще одну полочку, чтобы все принадлежности для мытья посуды, для рук были в одном месте. Это все для чая. Видите, вот эти полочки такие модные сейчас. В инстаграмах все выставляют. Сфотографию вам сделаю и вставлю в конце видео, вы просите фотографии. Здесь мы с вами уже видели всякие корзиночки. Кстати, сейчас чай пили. Александр пил вот этот чай. Это бутик, который находится в нашем городе, Салон де Прованс. Он различный-различный чай продают. Вот это яблоко, ананас, папайя, кокос, корица, миндаль и вкус попкорна. Представляете? Вот такой чай. Пахнет замечательно. Попкорн с чем-то. Алексу понравился. Здесь я уже вам показывала в прошлый раз витаминки. Вот эта полочка у ней давно уже. У нее. И здесь она мне что-то новенькое показывала. Я уже не помню. Покажу еще раз. Вот эта мебель, которая очень-очень дорогая. Кажется такая немного обшарканная, но это очень модно. В Провансе. В Провансе. Термомикс. Смотрите, как картошку хранят. Вот так. Чайники тоже модные. Вот такая кухонька француженки. Провансы. И пойдемте я вам покажу. Ну и тут шторки обычные. Французы любят очень простые шторы. А они там стол поставили. Барбекю. Барбекю я не помню, у них было или они купили, надо спросить. И здесь стол обеденный. Из ее ходит хозяин. И там уголок. Они еще не натянули баши-то по-французски. И ткань на крышу. А вот этот стол, наверное, новый они купили, потому что не было. Нужно спросить. Вот они. Убрали стену. Тут же наклон такой был. И все переделывали. Смотрите, вот скатерть. Смотрите. Которую подарила моя подписчица. Спасибо, Могали. я купил в последний бутылок у Диди Рау это очень красиво в каждом этапе надо было 9000 интерн алло, стафель? ой, Гали густотанута очень красиво очень красиво она говорит, что мне так нравится я его обожаю это красиво смотри очень красиво у меня еще нет я купил это? да, я купил это Бебе? это Уссен он мне он большой они там? он едет? он едет? какой этап уже? 7-8 лет 8 лет уже черепашка салат салат шторки для комнаты мы решили прогуляться Владислав остался дома сезье мы решили сходить в центр деревни эта деревня называется Сен-Канав два брата два брата и мы с Мегалей о, спор бионет мэрия это мэрия это мэрия 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 или Увер Димаш даже выходной у них лавочки фруктовые открытые это наверное маленькие лавочки с клубникой сколько стоит клубник 7 евро 7 евро 250 кг это здесь ты покупаешь Мегалей? нет 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 что? шато-бусиньор это было да? баи-де-суфрей здесь замок был раньше баи-де-суфрей баи-де-суфрей книги можно брать и менять и наши как красиво розы возле дома там церковь мы к церкви пошли ммм сосал а? оаа как они красивые пахнут кто-то высадил прям под окнами красота невероятная красота а вон там желтая роза я пойду туда пойду туда как это слой парсики? да, потому что это это лаики да, это лаики вот эта розочка тоже красивая и как она тут у всех розы смотрите какой домик тоже красивый французы обожают кусты кусты окошко окошко сандар говорит каштаны так цветут маронье это шатен? маронье это не так же? нет не так же маронье не знаю по-русски шатене да марон ну маронье про пенсию разговаривает про пенсию разговаривает за бурлепатэм здесь тоже крещение было не знаю но маронье про пенсию не знаю где не знаю происхождение вы не знаю что Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Пассажер Медиваль на французском... Замок, наверное, тоже был раньше... В Провансе, во Франции... Каждая деревня... Это чудо... Из чудес... Вон там балкончик у кого-то... Продолжение следует... Продолжение следует... Сейчас уже сколько времени... Это 6 часов... В обед, наверное, было много народа... И там детская площадка... Всем доброе утро из солнечного Прованса... У нас сегодня 8 мая... И французы отдыхают... Но Александр сегодня работает... Что мы делаем? Я тоже работаю с группой, с моим клубом... Также у нас закончилось варенье... Ох, вчера Магали говорит... Давай ты мне сделаешь меню тоже... Я говорю... Ну, сделаю... Всем родственникам нужно теперь мое меню... Смотрите, какое у меня сегодня красивое будет варенье... Всего несколько минут... У меня здесь ягоды и яблоки... Обожаю такое варенье с ванильным мороженым... Просто супер... И сейчас Владиславу буду готовить завтрак... Мы открыли вареную сгущенку... И Владислав с блинчиками будет есть на праздник вареную сгущенку... Так что... У нас сегодня будет замечательный день... Мои хорошие, знаете, что я хотела... Пойдемте, я сейчас буду доставать... А, на обед у нас будет сегодня вот такая паста... Это у нас из пуакеси... Из гороха... И будет у нас замечательная рыба... Что я вам хотела сказать... Вы меня просите снимать видео... Которые... Такие видео, где мы гуляем... Где я показываю различные деревни... Города... Вот сгущеночка какая... Города... Сейчас открою, покажу вам... А просмотры вы не смотрите... Я хотела вас попросить поддержку... Если вам такие видео нравятся... Посмотрите, пожалуйста... Оставьте комментарии... Может быть, поделитесь в своих социальных сетях... Чтобы у меня была мотивация просто-напросто снимать такие видео... Все больше и больше... Различные деревни, места Франции... Вы просите... А смотрите видео, где название... Меня ругаете за название... А сами смотрите только те видео, где хейповые названия... Вот и все... Поэтому вы мне нужны... И ваша поддержка тоже... А вот вчера попробовала сгущенку... Мам, это, говорит, карамель... Я говорю, ну да, это своего рода карамель... Во Франции вареная сгущенка тоже есть... Но она называется молочный конфитюр... Вот... Тоже берут молоко и варят оно по вкусу чуть-чуть другое... Вот... Ну вот это наше прям детство мне напомнило... Помню, как брали банку и сами варили в кастрюле такую сгущенку... И потом пекли... Так, гофры это у нас что? Вот представляете, не блины... Ой, забыла... Не печенья, вот представляете... Вспомнила, вафли... Оля пекла нам вафли, вафельницы... Такая старая вафельница, которую на газ нужно было... И потом мы вот с вареной сгущенкой ели вафли... Так что воспоминания детства... Кстати, Магали, так понравились подарки из Белоруссии... Спасибо еще раз огромное! Субтитры сделал DimaTorzok... Субтитры сделал DimaTorzok... Продолжение следует...